Беспримерный патриотизм и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Эти слова можно смело отнести ко всем труженикам, ленинскузнечанам, которые ковали великую победу в тылу, работая на предприятиях, самоотверженным трудом обеспечивая потребности фронта. Вы отстояли на фронте, в тылу, из рассказов старшего поколения, как это было тяжело. Жутко становится, поэтому что читать, когда вы рядом, вы вот они здесь, вы знаете, что такое тылу, вы любому можете рассказать об этом. Каждому участнику войны ветерану повышенное внимание. Сегодня под таким девизом проводятся все мероприятия, посвященные 9 мая. Ветераны получают материальную помощь, социальную, их обеспечивают продуктовыми наборами, лекарствами, жильем. Поистине солнечное настроение перед праздником дарят творческие коллективы. Вы рады, что сегодня вот всех ветеранов, тружеников тыла собрали? Ну, конечно. Это самая большая для нас честь. Что бы хотели бы пожелать накануне Дня Победы всем жителям Ленинска-Кузнецкого? Будьте получше, мира, добра. Чтобы весь мир не было войны и здоровья для нас всех. В этот день никто не ушел без подарка. От предпринимателей города, героям торжества, участникам войны и труженикам тыла вручили пакеты. Со всем необходимым для хорошего праздника. Выжили, выслали, работали, не знали трудностей. И как-то и детство вспоминали. Все проходило очень. А сейчас особенно в такое 70 лет душа поет, радуется. На следующий день ветеранов уже ликвидированных предприятий города собрали в кофейне «Тревелерс Кофе». Для Ленинска-Кузнецкого организовали праздничный обед. В уютной атмосфере почетных гостей приветствовал председатель совета директоров группы компании «ДВИК» Геннадий Коняхин и его супруга Ирина, член общественной палаты Кемеровской области. Ветеранам Ленинска-Кузнецкого от группы компании «ДВИК» были вручены памятные подарки, денежные премии и продуктовые наборы. Творческие коллективы города Кемерово подготовили прекрасный концерт. Ветераны вместе с артистами с удовольствием исполняли фронтовые песни.